Здравствуйте, друзья. Только сейчас я снял короткий фильм про вот эту вот грушу. Когда я собрал это ведерко небольшое, литров 9-10, оказалось, что их как будто и не собирали, столько же осталось. Обратите внимание на плодоножки, все они обрезаны пополам. Подробнее я рассказывал. Значит, если назвать этот фильм весь из полей, то вот, пожалуйста, перед вами мышь удавленная. Близко не показываю, некоторые брезгли относятся к этому. Вот она. Вот. Вот работает. У меня случилось следующее. Здесь было съедено мышами два персика. Посадка прошлого года. В прошлом году они были чахлые, накрыл коробками картонными. Они были чуть выше моего колена. Вот. Ну, именно в этом году, а тогда еще поливать не поливал, а дождей не было все лето. В этом году дождей регулярные, по расписанию. Каждый третий-четвертый день. Ни разу не поливал и не надо. Выросли вот такие вот. Это уже выше моего роста. Вот. Теперь что я с ними буду делать? Вот. Контрольные экземпляры остаются нетронутыми. Вот как там у меня. Ну, я их уже туда водил, вас показывал. Вот. Я уже вылезли из-за двухметрового забора. Вот. Ну, ладно, уговорили. Чуть-чуть ближе покажу. Близко подходить не буду. Скажется, сколько можно показывать. Ну, ладно, отсюда покажу. Вон они. Почти на метров. Вот где под самым забором вылезли из забора. Вон те, которые с этими узкими листьями. А это я не могу отказаться от той же идеи. Это контрольные экземпляры. Вот. Но мне нужно и... Спасибо за помощь. А вот. Мне нужно еще и зарабатывать. То есть, получать плоды. И я продаю, как все знаете, косточки по 100 рублей. Пока своих мало. Вот. Тогда я... Сейчас присяду. Тогда я... Кроме контрольных экземпляров, это лучший из них. Самый мощный. Посмотрите, следов. Монеллеза нет. Следов парши нет. Следов курчавости нет. Ничего нет. Есть только абсолютно здоровое дерево. Вот этот. Второй. Вот. Вот это третий. Вот. А так как они близко растут, то их тут четыре. Так. Теперь. Что еще? Они... Вот эти уже буду чуть-чуть укрывать. Я их отказался продавать. Чуть-чуть укрывать буду. Но частично. То есть, да. Первый год это были коробки. А сейчас это будут... Низко... Низко опущены. Вот они. Вот видите. Вот. И под снег. Вот так я буду делать. Это жизненная необходимость. Ну и естественно, что если этот контрольный экземпляр будет неприкосновенный, то с этих я могу брать уже черники на прививку. В том числе и вам. Так. Вот этот момент отражу. И сейчас я положу вот этот самый. И сейчас есть о чем поговорить. Небольшими планами поделюсь. Да. Вы поняли, почему я показал удавленную мышь? Я вообще всегда переживаю за животных. За любых. Вот так и сложилось. Ничего не могу поделать. Мыши столько мне в жизни навредили. И вам тоже. Итак. Ну-ка посмотрим. Показывают что-нибудь? Или не показывают? Ага. Першик показывают. Ну это как бы фон. Запрашиваю. Теперь сажусь рядом и продолжаю разговор. Итак. Вебинары. 252 позади. 6 лет позади. Но это не коту под хвост. Вот. На каждом вебинаре я показываю достижения своих учеников. Достижения сумасшедшие, сводящие с ума. Вот. К тому же добавился Казахстан, Украина, Белоруссия. Вот. И я тогда сказал себе. Вот. Просмотров все меньше. Значит. Одних научил. Другие учиться не хотят. Или даже просто не знают, что есть кому научить. Тогда я решил начать с нуля. Итак. Первый раз первый класс. И я начну. А. Ну вот я продолжаю продавать семена. Семечки, косточки. Вот. Черенки. А что такое с нуля? Это будет не отрывочное сведение. А капитальная работа. Берем в руки семечка. И начинаем о нем рассказывать. Без лишней нудности вы не будете. Если я буду держать семечко мелбы, это не значит, что я буду рассказывать, откуда она взялась. Там, с Канады. И прочее, прочее. Хоть по двух словах буду, но не более того. Потом семечко как сохранить, как сальфицировать или садить под осень. А вот они мыши видели, удавленную мышь. А они уже ждут. А если сальфицировать, то уже не ждут, потому что это будет в холодильнике или в погребе. А придет весна. Посадили, они снова мыши ждут. Значит, надо отдельную тему, как сохранить. Мыши раз, отравленное зерно два. Вспоминаем. Заматывание штампов той же сикло тканью три. Вот видите, уже что-то знаете. Теперь. Значит. Итак, начну я, допустим, семинар подробный, подробнейший, подробнейший. С подходственными фотографиями, с учебными фотографиями. А в чем? А как раз вот об этом. Хранение семян, посадка семян, уход за молодыми деревьями. Молодые деревья требуют все. Даже выщипать траву вокруг требуют. Вот. А уж потом, заращивание. Вот знаете, какой самый лучший дёрн. Вот это вот. Вы что думаете, я его, этот дёрн садил что ли? Здесь было, я тут 16. Первый покос я делал в 15-м году. Вот. Ну, это въезд просто. Это такой кусочек, куда машины ставим. Вот. И постепенно трава, которая была здесь, пусть высокорослая, вот. Вот она по углам сохранилась. Видите? Вот. Вот там, вот там, вот там. Она постепенно угнеталась. А вот эта трава. Знаете, какие она свойства имеет? Это касается и людей. Это касается даже характера. Прижимайся к земле. И пусть над тобой мечи, это самое, пусть пули свистят. Вот. Прижимайся к земле. И так же и растения. То, что к земле прижималось, то и осталось. Видите? И теперь это густая, мощная трава. А здесь всё ещё чёрный пар. Но это последний год всё. Больше никто его... Да, его и так уже никто не исчипал. Просто остался, как был. Теперь это всё зарастёт травой. И на этом всё. Теперь здесь получилось небольшое, как бы, углубление. И теперь весной здесь будет стоять лёд. Да? Я уже вижу, что будет стоять. Потому что так уж сложилось. Никто не садил в ямы. Садили без холма, но на ровное место. Вот. Часть саженца была выкопана, продана. Вот. Ну, а догадаться, какие я оставил. Худше? Нет. Я достаю кошелёк и говорю своим же помощницам. Это моё. Вот. И за каждое из этих сельцев, которые были в 30 раза меньше прошлой осенью, я выложил по 1000 рублей и сказал, это моё. А потом они мне дадут 10, 20, 100 тысяч рублей. И вот я разговариваю. Сейчас поставлю. Вот так вот. Это разговор не о пчёле. Вот. Или ну-ка все вместе уши развесьте. Может, от вас какие-то советы получу. И вдруг мне брат и... Брат и Сафронов. Брат это Юрий Железов. Тоже человек не это самого авторитетнейший. Высшее сельхозобразование. Электромеханик. Вот. Жизнь прожил. Дай бог каждому такую жизнь прожить. И от него советы. От Сафронова советы. И от... А кто же мне сказал? А назови... Вот память, да? Кто-то сказал бесценную вещь. А может, это третий. Знаете, какой? А назовите следующий вебинар. Как заработать 100 тысяч рублей. У меня получилось. Косточка стоит 100 рублей, да? Тысячу косточек персика. Это уже 100 тысяч. Вот. Причем я законодатель цен. Всегда цены по семенам... Я шел впереди всей России. А другие говорили. А уже ли зала косточка персика 25 рублей? Вот. А у него по 3 рубля не берут. Представляете? Вот. Но тут еще и авторитет играет. Авторитет у человека 25 выложат. Или даже 30. А за персик 100. А у другого что? А если эти персики с рынка? Вот. А мне надо все оставить всю жизнь, доказывать. Вот, пожалуйста. Вот этот, на который сейчас смотрит камера. Вот так ее отправлюсь. Этот останется на морозе, не тронут. Вот и пусть мерзнет. И у меня таких еще полно. Вот. Сейчас видели, мимо меня прошел мой поборщик Андрей. Вот. А там, когда вы начали говорить, там был как-то раздался... В саду раздавался топор дровосека. Вот. Это он срубил еще один абрикос. Очень ценный абрикос. Но дело в том, что... Это страшная вещь, когда я вынужден был сказать, руби. Почему надо место под персики? Места под персики у меня практически нету. Горько об этом говорить. Это при том, что здесь, кто живет ближе меня к Енисею, тут у меня Енисей не греет. 200-300 метров он не греет. Почему? Я не раз это видел. Линия снега. Она всегда пролегает между мной и Енисеем там дальше. Причем четкая линия, обычно она посередине. Или инея, или уже первого снега. То есть там растаял, здесь держится. Получается, что я уже попадаю в зиму как бы. Вот. И еще замечено на той стороне поселок Майна. Он настолько хорош. Там персики могут и живут без укрытия вдоль берега. И там теплее на 5-8 градусов. Проверял неоднократно. И даже в фильмах показывал. Там табло. Еду, снимаю. Через 30-40 минут снимаю на этой стороне. Вот. Уже этот самый градусник. 5-8 градусов разница. У меня холоднее. И тогда получается, что персики в сотнях и в тысячах этих дач и присадных участков могут жить без укрытия. Ну, а еще раз. Итак, со следующего вебинара, а не теперь по воскресеньям, запоминайте, в 16-й Москве. И замачиваю название. Ну, хотя бы рассылайте вы эти объявления по стране. Это так важно. Ведь последний раз было 18 человек, меня слушало. Ну, кто в записи увидел. Ну, сейчас где-то человек, это через сутки, ну, где-то 200. Это что, страна? Это что, накормили персиками? Итак, начинаем новую серию вебинаров, которые будут называться «Как заработать 100 тысяч», а может быть и миллион. Это так легко делается, если избавишься от этих идиотских приемов, примеров. Вот. Тогда все будет расти. А потом все следующий раз встречаются через год. Видите? Я уверен, что они будут живы, никакая бы ни была зима. Здесь небольшая тепловая подушка. Это тоже честно ветер. Смотрите. Похоже на тепловую подушку. Внимание. Вот ветер минимальный. Солнце, вон там, юг, вон там, запад. Солнца достаточно. Вот. И тогда получается, что таких тепловых подушек по стране миллионы. Вот. Да. Здесь же рядом у меня замерзали персики шлифта. Прислали с Дальнего Востока. Косточки. Вот так же посадил. Вот такие красавцы были. Замерзли однозначно. Даже из-под земли ничего не вырезал. Корни те замерзли. Вот это разница. За этим персиком, это персик осадки, будущее. Еще раз. Смотрите. Хотя я начинал про вебинар. Как заработать 100 тысяч. Но персик, как заработаете миллионы. Пока в стране пусто. Еще раз. Смотрим. Ищем болезни. Они уже должны быть полностью скручены. Листья. Вот. Ищем болезни. Ищем болезни. Болезни нет. Проросты. Прекрасные. И они умудряются. За один год. Я еще хвастаться люблю. Смотрите. Вы думаете, вот отсюда развилка. Отсюда пошла вот эти вот. Сантиметров 70. Нет. Вот отсюда. Нет. Вот сейчас покажу. Где у меня. Вот отсюда. Это получается. Вот это все. Включая цветочные почки. Включая скелет. Как бы. Скелетные ветки. Это все в течение одного лета. А сегодня еще только сентябрь. Кажется 12. Ну что. Хватит про это говорить. Вот. Там. Нет. Не хватит. Не хватит. Итак. Сегодня. Пришло сообщение. С. Брянская посылка уже лежит. На нашей центральной почте. Она. В ней. Примерно по памяти. 200 косточек. Брянская хасадская. Который. Выращен когда-то был. Из моих косточек. А плоды получились крупнее моих. Почему? В Брянске теплее. Вот. И кажется. Нет. Не так. Да. 70. 70. 70. Хасадский. И 200. Это. Это. Само. Бродского. Вот. По 200 Бродского. Надо ставить знак вопроса. Да. Там они показали удивительное качество. Плоды крупные. Не крупные. Но достаточно. Скажу так. Достаточно крупные. Вкусные. Красивые. Вот. Урожай получился. Именно. На. 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 Но. В Сибири. Я уже не гарантирую. Если уже в Брянске такая красота. Пусть он пойдет. По югу России. У нас в юг России. Вы думаете. Там скажем. Саду персики. Ага. Сейчас. Агентский персики. Касанские персики. Касанские персики. Черенки. Косточки. Он получал от меня. Его прекрасный сад. А. И он сказал. Давайте сегодня снимем. Потому что ему. Они уже сыпятся. Тоже реклама. Он тоже заинтересован. Он тоже получает часть денег. С этих же косточек. Вот. Это наш маленький бизнес. Наша задача по Украине. Вы великолепно пошли, видели мои каналы, фильмы с Украины от моих друзей украинских. А вот что касается России, есть рекорды. Брянске, Башкирии, Подмосковье у Макарова. Продолжение следует...